Я горячо приветствую всех почитателей генеральской серии. Меня зовут Сергей, вы на канале Regen. Мы продолжаем следовать по серебряному следу замечательных реплеев в Generals Zero Hour. Здесь классные имена, здесь бывают не всегда стандартные карты, но даже если они привычные и, как кажется, избитые, тем не менее приятно смотреть на то, как здорово играют ребята, какой контроль они демонстрируют, и это как ни крути, все равно умение, умение, которому геймеры могут позавидовать. Может быть в жизни к этому большого применения не найдешь, хотя стратегии развивают мышление, поэтому играйте в стратегии обязательно, смотрите обзоры реплеев. Ладно, так или иначе, давайте приступать к просмотру, знакомиться с игроками, ну а карта в представлении не нуждается. А почему? Потому что это стандартная пустыня без машинок. За ядерного китайца под фиолетовым цветом сыграет доминатор громогласный, ну а под оранжевым цветом за галашника Токса будет сражаться и бодаться Руиз. Это имя встречается не часто, но иногда его можно услышать на генеральских просторах. Парень умеет, может, практикует, поэтому следите за его игрой, я думаю, она вам понравится. В два ресурсных центра помчался сразу же Доми, но чего тут еще от китайца ждать, все правильно и, возможно, он сразу же бахнет два военных завода, а может быть военный завод, казарм и аэродром. Посмотрим. Разбегается по карте Руиз, выстраивает такую закрытую инфраструктуру вокруг ресурсов, ну чтобы не прорвался, не прорвался сюда китаец и не растоптал рабочих своими танками. Довольно выдвинуто пытается исполнить начало игры Доминатор, казарма. Вот это об этом мы с вами и говорили, но я не думал, что она будет выдвинута и довольно агрессивная. И еще одна казарма. Неплохо. Тем временем Руиз стремится завоевать центр. На этой карте это очень важно, 50 раз мы с вами об этом говорили, что на пустыне контроль центра Иногран гарантирует победу. Но, опять же, это не значит, что балбес, захвативший центр, сможет вверх одержать. Но это, опять же, не говорю, что Руиз балбес. Это если балбес, то Руиз отнюдь не из таких. Да как и вообще большинство из тех, кто попадают в серебряные, золотые и прочие-прочие. И плей, кого вообще выкладывают на форумы, это не пустые какие-то, да, там колокольчики. Это все-таки ребята, которые заслужили пускай одной игрой, но обратили на себя внимание. Очень любопытно здесь Руиз, конечно, старается сообразить, наколдовать здесь свою тоннельную сеть, но контролирует этот момент Доминатор. Но то, что удалось это ему, тем не менее, сделать, это вообще довольно забавно. Под защитой бункера у нефтяной вышки возводится центр пропаганды. Кто-то может спросить, какого рожна в таком уязвимом месте возводить такую важную постройку. Ребят, тут все завязано на тайминге, да, все нужно к нужному моменту и в нужную секунду построить, поэтому, чтобы не кататься по карте туда-сюда, вот это время, да, чтобы его не терять. Поэтому постройки возводятся там, где дозер поближе. Конечно, места выбираются, но иногда, может быть, не самые удачные, но время, время. Здесь очень многое играет время. Это вам не игра с ботом, хотя даже при игре с ботом то, как вы развиваетесь, то, как вы вовремя обладеваете технологиями, необходимыми постройками, это, ну, порой ключевое значение имеет. Пошел захват нефтяных вышек Руиз. Свою он тут уже захватывает, но, в принципе, ему никто и не мешает этого делать. Что у него вообще на базе? У него военный заводик. Тут у него инфраструктура работает, все в порядке. Здесь тоже деньги добываются. Ну, и на центр, на центр он пошел. Здесь уже можно видеть загруженных под завязку рабов, которые, надрывая спину, перетирая свои межпозвоночные диски, во имя победы ГЛА, стараются, стараются во весь опор. Да, и левую часть центра также себе Руиз занимает. Ну, как вы видите, да, парень может. Черная Лотос быстренько покидает пределы казармы, уже начинает творить чудеса на пользу Китайской империи, так скажем. Еще дополнительный бункер и гатлинг. Очень... ну, что, неужели передумал? Решил деньги направить в другое место? Нет, нет, не передумал. Да, видите, ребята прям друг напротив друга. Будут смотреть через... Дуло танков, да, и прицел автомата. Ну, в истории таких примеров хватает даже. Когда друг на друга смотрели, но могли дотянуться, но не трогали. Политика такая, политика. Кстати, мы ее, конечно же, на канале не обсуждаем. Те, кто заглядывал на Twitch, там пока еще ничего не было, но там можно с правилами, кстати, ознакомиться. Чего я не приветствую там, тоже не приветствуется и здесь. На Twitch, возможно, скоро кое-какие трансляции будут, потому что прямые эфиры сегодня, это очень важно. Держите руку на пульсе, поглядывайте туда иногда. Я не могу сказать точно сроки и даты, но будут стримы, будут. Без веб-камеры, потому что лицо свое показывать, может быть, пока не готов или пока не хочу, может, вообще не буду никогда. Но никогда не говори никогда, поэтому, в общем, пока без вебки. Многие даже популярные там ребята так играют и ничего, да. Вы же слушаете мой голос. Зачем вам мое лицо, правильно? Кто знает, что какой-нибудь токсичный, какой-нибудь токсичный мимо крокодил забежит. Ну, в общем, пока без вебки, поэтому на Twitch заглядывайте. Думаю, там, обещаю, что там что-то будет, пока без точных дат. Как только что-то станет известно, я вам об этом, конечно же, дам знать. Оповещу в сообщениях в YouTube. Ну, и те, кто подписывается, подписывайтесь на Twitch-канал, подписывайтесь обязательно, тогда вы сможете получать уведомления. Хоть там ничего пока и не было, будет, поэтому, ну, не стесняйтесь, кнопку нажали, вам сложно, что ли. YouTube сегодня испытывает очень, в общем, переживает тяжелые времена, и без Twitch, ребят, никуда не денешься. Воспринимайте это как необходимость злободневную, да, от этого никуда не уйдешь. Придется всем туда так или иначе заглядывать и смотреть, я имею в виду нас, да, игроков, ну, и вам, зрителям, за нами тоже. Ну, ничего плохого в этом не вижу. Там красивый, опрятный, интересный интерфейс, там вообще все на сообщество завязано, на живое общение, поэтому это неплохо, это классно. Особенно, когда все соблюдают правила и имеют общие интересы. Перепалка идет за центром между нашими противниками. Ну, противники, они, конечно, друг к другу, а нам-то они друзья и просто классные скилловые ребята. Джармин Келл, конечно же, на поле боя. Собой вроде бы таскает БТР-чик китаец, нужно высаживать оттуда красногвардейца, ну, прям в тупую пытается, смотрите, пробежать в наглую. Рабочий хотел захватить всю зерену оверлорда, но не получилось. Также, кстати, возвращаясь к вопросу коммуникации между нами, да, ну, вами и мной, был комментарий касать того, что вот была катка вялая, и ребята там так играли, знаете, может быть, не очень профессионально. Я сам там по ходу этого игры удивлялся вообще, чего это такое, почему так скучно и почему так слабо. Ну, в общем, мне было сделано замечание, ну, так точнее, обратили мое внимание на то, что вот скучно, неинтересно, выбирай что-нибудь посолидней. Ну, конечно, безусловно, здравое предложение, я в какой-то степени с этим комментарием согласен, но хочу что возразить. Мне нравится видеть все вместе с вами первый раз. Я не делаю здесь сложных удивлений, я не корчу грима, что вау, как неожиданно, хотя там я знал, что сюда сейчас упадет там ядерная ракета или какой-то там арт-удар, или Бартон там взорвет какую-то из построек. Вот то, что вы сейчас видите своими глазами, да, если вы это видите первый раз, я это точно так же вижу первый раз, потому что я не хочу разыгрывать с вами театр эмоций, я хочу с вами наслаждаться процессом одновременно с одинаковой степенью интенсивности, как вашей, так и мной. Поэтому, если бывает, что попадается что-то тухлое, ну, извините, давайте будем, так скажем, ругаться здесь на администраторов форумов, тех, кто это выкладывает, и тех, кто присваивает этим реплеем какие-то высокие статусы, это все-таки их вина. Когда они говорили, ребят, мы им доверяем, как профессионалам, да, администраторам пабликов, администраторам форумов генеральских, а они вот так вот нас взяли и подвели, поэтому прошу вас, меня не ругайте прям сильно, да, я доверяю профессионалам, они иногда, как мы видим, тоже, Акелла промахнулся, что-то было неинтересно, что-то было скучно, я это вам показал, сам посмотрел, мы с вами вместе поплевались, но тем не менее пошли дальше. Любой просмотр это просмотр, любой опыт это опыт, для меня комментаторский, для вас зрительский, это какое-то там время, которое вы так или иначе скоротали, поэтому я не спорю, бывает. Но, во-первых, да, я не хочу ложных эмоций, об этом я уже говорил, а второе, ну, представляете, ребят, вот, я посмотрю, видел же, что сюда падали мины и все равно поехал дальше, ну, наверное, контролировал в этот момент что-то другое, представляете, да, затраты временные какие. Артудар по позициям ресурсным, ну, тут и так рабов бегало, полтора землекопа, пока я посмотрю, потрачу время, оценю, хорошо это или плохо, даже на, там, на какой-то перемотке, да, там даже на повышенной скорости, ох, у нас тут в центре прям какая перепалка, очень много боевых автобусов, квады, летят головы, летят остовые, но, тем не менее, все-таки у китайца здесь более мощный бронированный кулак, который позволяет ему эти позиции центральные у руи запродавливать, в лоб-в-лоб, ребята, сошлись, не часто такое бывает, тут пытаются друг друга обычно как-то обходить, батлмастер с собой ядерный был, а, это этот, да, ну, понятно, оверлорд-то тоже ядерный сюзерент, он взорвался, надо было его, конечно, поберечь, и подорвал он здоровье еще своих, своих друзей, соседей, а тут грузовиками уже контролировал ситуацию, доминатор, ну, правильно, нельзя позволять такие постройки строить, но, тем не менее, проезжает автобус, пытается попрепятствовать ему доминатор, видите, даже вполне себе, можно сказать, гражданскими юнитами можно играть, и нехороший заход на базу к доминатору от руиза, если у доми что-то на этот счет, нет аэродрома, никого срочно не позовешь, Хеликс дорогой, прилети, порядок наведи, нет, такого не будет, пошли в расход грузовики, приходится их срочно отзывать, хорошо, что здесь есть ЕЦМ-ки, они блокируют движение автобуса, но агрессию пассажиров это не избавляет, вынужден всю свою группу отозвать на базу доминатор, и тем самым теряет свою возможность воздействовать дальше на центр, иногда лучше все-таки группы делить, полностью вот так вот эту тушу китовую волочить, особенно в случае с китайцами, с китайскими войсками туда-сюда, это нехорошо, так вот, я не договорил, в общем, большие временные затраты, пока я просмотрю, да, это же реплей, вы думаете, это там какая-то видеозапись, да, которую скинул там и быстренько пролистал, посмотрел, стоит или не стоит, нет, ты смотришь это через генеральский движок, все это работает на перемотке, перемотка не очень-то и быстрая, поэтому временные затраты тогда во много раз возрастут, но в конце концов, сколько у нас вот было такой лажей, говоря грубо, ну вот на моей памяти один, вот один реплей, который, ну, реально недостоин того статуса, который на него повесили, ну, прямо имеется в виду, что кардинально недостоин, мы с вами встречали серебряные реплеи, которые достойны золота, мы с вами встречали золотые реплеи, которые достойны серебра, Но их нельзя было назвать вообще никуда не годными Вот был один какой-то там неудачный Ну и не скажешь прям, ну вообще там фу Ну плохо, грустно, скучно Ну проехали, говорю, ребят, и едем дальше Это, знаете, погрешности, они будут всегда Если вы купите 100 яиц, есть вероятность такая, что там хотя бы 1-2 будут повреждены Если вы купите 1000 носков, есть вероятность, что хотя бы 1 пара будет не сшита ниткой Или будет с дыркой, или там нитки как-нибудь наперекосяк Короче, брак всегда имеет место, поэтому давайте мы с вами простим администраторов генеральских сообществ Которые там ошибочно или может из каких-то своих личных предпочтений присваивают неверные статусы тем или иным играм Мы друг друга услышали, да, едем дальше Ковровая бомбардировка не удалась у доминатора абсолютно Руиз тут все здорово подкараулил, вышли его квады И хиленький китайский самолетик не долетел На самом деле в контексте последних событий Китайцу теперь тоже можно назначать применение какого-нибудь Какого-нибудь оружия, да, эпидемиологического Потому что, ну я думаю, все уже наслышаны о том, что там происходит Но я надеюсь, конечно же, конец света не настанет И вообще не поддавайтесь на всякую истерию Живите своей жизнью, но не забывайте об элементарных правилах гигиены, которые актуальны всегда Мощная группа от Руиза проходит к доминатору на базу Он тут попытался попу свою прикрыть аэродрома, но явно не успевает Много автобусов, сработают они сейчас быстро Бить они, конечно, будут по самым слабым китайским местам и самым важным Минус центр пропаганды, минус военный завод Спешит выпустить ядерные БМ, ну как бы это такое Быстренько улепетывает Глашник Оверлордом можно давить, но он не успевает даже приблизиться И просто вся база доминатора ложится под серьезным натиском Руиза Вот тогда какой-то Руиз, да, возможно, вы про него даже и не слышали А он вот так вот исполняет против одного из самых громких имен вообще генеральского мира Минус командный центр, без повышения остается доминатор Без дозеров, также он, судя по всему, а нет, нет, дозер у него еще есть Но проблемы с экономикой Бьет также по нефтяной вышке Глашник Не упускает он вообще все важные детали И из поля зрения Молодец, видите, атаковал вот прям как по книжечке Как по методичке все Забежал на центр пропаганды, вынес Потом пошли военные заводы, да, дозеры атаковал Классно сработал Не дает также и грузовикам здесь нормально функционировать Руиз Занимаются здания Но, в принципе, по флангам стоят ресурсные центры И доминатор будет пытаться щипать, но нужно прикрывать до этого Тратит, конечно, деньги домин на командный центр Повышения нужны, иначе ему просто не отбиться Напоминаю, что слева на ваших экранах Посередине вы можете видеть финансовое положение И очки Сегодняшних игроков, которые сошлись в поединке Выпускает новые грузовики, несмотря на то, ага, не успели было Это кто первый зашел, да Как в туалете в сельском, да, кто первый забежал Тот, как говорится, пальцем вытирать не будет Ну, в общем Не удается здесь в ресурсной позиции нормально отстоять Бьет по нефтяной вышке доминатор Доминатор вообще человек, как мне кажется, довольно такой эмоциональный Поэтому вот он сейчас психанул и пошел прямо метать Ну, считайте, много, конечно, уничтожил Руиз, но и все потерял Его боевая машина действительно запнулась А противника, но Он спамит безбожно просто Спамит безбожно Маршрутки, пехоту Ракетчиков Пошел в отмах пятым рангом Тут прикрылся Надо срочно, конечно, из зоны поражения уезжать И ремонтироваться Благом, вышки пропаганды на сюзеренах установлены Есть уже в воздухе Хеликс Правда, всего лишь один Но, по крайней мере, это какое-никакое Но все-таки подспорье Очередная ковровая бомбардировка Бомбардировка, простите, идет прямо ровно через центр Доминатор наступает на те же грабли в очередной раз Получает по соплям От противовоздушных юнитов Ну и цели Цели не достиг На самом деле, можно было бы дозер отправить на починку нефтяной вышки Без нефтяной вышки остается Руиз Но у него есть кое-какая вторичная экономика Такая, в принципе, довольно уже растущая Салины не назовешь, но растущая Ну и по деньгам Паритета, конечно, между соперниками никакого нет Преимущество, очевидно, на стороне ГЛАшника Сейчас это вы можете видеть и по цифрам, которые нам позволяет видеть Генту Вообще надо аккуратно действовать вертолетом Мы с вами смотрели реплей Рейджа против Сайза Да, там Рейдж выступал под ником Луни Тюнс Вот Сайз вообще шикарно контролировал вертолеты Почет ему за это и хвала Вот этому можно поучиться Такому контролю воздушной техники Там он без потерь кучу минут держался в воздухе и сработал здорово Доминатор, судя по всему, более эмоционален Поэтому вот и больше теряет Ну, если б я бы профессионально играл То я, скорее всего, тоже вот был бы таким же человеком, как Доминатор Потому что по жизни я, конечно, довольно эмоционален И иногда многие ошибки допускаются именно из-за этого И вообще делаются вещи, за которые потом бывает стыдно Один обездвижен Сюзерен Оверлорд И второй следом Шастает, конечно же, Джармен Келл тут везде Разумеется, выпускает Доминатор в БТРчик Так что бы красногвардейцы заняли, успели занять свое место Вот в этих вот мастодонтах Ну, надо было, конечно, высаживать-то поближе Ха! Решил ва-банк пойти Руиз Не пожалел своего горного стрелка Занимает он технику Она тут же обездвиживается ЕЦМ-кой ненадолго Засада повстанцев токсиновых Ну и тут, конечно, потери несут все Еще такой выпад в тыл Руиз может, да? Мне кажется, играет неплохо Играет очень и очень неплохо Ну, конечно, я не профессиональный игрок Опять же, не мне может об этом судить Ну, раз уж мы с вами смотрим Раз уж мы с вами взялись за это дело Я тут милю языком, а вы за этим наблюдаете Значит, будем ставить оценки умению игроков Почему бы нет? Они, может, об этом не узнают Но мы же плохого-то ничего, ни про кого не говорим Вообще, старайтесь в жизни придерживаться такого Что если человек вам малоизвестен Не стоит делать скоропостижных выводов Иначе может потом постигнуть у вас Скоропостижное разочарование В своей собственной пылкости и недальновидности База Галашника чувствует себя нормально Он, конечно, несет потери Но не теряет тот, кто ничего не делает А он, тем не менее, составляет очень солидную конкуренцию Доминатору И я пока не вижу, что у Доминатора есть шансы Достойные на победу Через центр здесь слетел Что-то, конечно, удалось китайцу тут забрать Но мало Понимаете, сейчас такой период игры Этап наступил Что либо у тебя есть большие деньги Потому что ты в них остро нуждаешься И ты их используешь Либо вот очень осторожно Осмотрительно надо действовать Все беречь Любую капельку финансового потока беречь Джармен Кэл вообще Он не стесняется Действует четко Один Джармен тут уже сделал, наверное, половину игры для Руиза Большая часть эффективных шагов с его стороны Была выполнена при поддержке Именно этого персонажа Который практически в любой игре Где присутствует ГЛАшник Находит свое применение 3700 только что было на счету у Руиза Он все потратил У Доминатора 900 баксов Сложно будет, конечно, бороться Сложно Но Доминатор выпутывался и не из таких ситуаций Тот, кто следил за Его карьерой Следит, так скажем, за его играми Тот об этом, конечно, прекрасно осведомлен Парень достойнейший Кто-то его называет там лучшим среди равных Но мы не будем категоричными какими-то единицами мыслить Категориями, точнее Он очень хорош Это факт Остаются еще на центре кое-какие коробки Но Руиз не позволяет спокойно здесь действовать Доминатору А у Доминатора недостаточно средств Чтобы себе спокойствие это обеспечить Нефтяная вышка остается у Доминатора Это, пожалуй, на данный момент Практически единственный его источник дохода Который хотя бы как-то эффективен Какие-то вот точечные действия Там арт-ударами Доминатор, конечно, производит Но этого мало Этого мало, чтобы весы душ Точнее, весы военной машины Весы военной эффективности перевесили В его пользу Тут у нас что залетает? Да, пятый ранг Где-то неподалеку на этот случай Должны дежурить хеликсы Они, конечно же, будут пытаться Эти позиции зачищать Мешает, конечно, ракетчик, зараза Но тут есть боевые автобусы Туда есть, что высадить Минус вертолет Минус хеликс Ну и вынужден отступить Но на самом деле За то время, которое здесь было отпущено Не так много вопросов Удалось Доминатору решить Можно было и больше Хеликсы надо отводить Зачем ты так встаешь у них Прямо под боком Не забываем, что в распоряжении Углажника из пятой ранки Он в любой момент Может скрытую нору Развернуть где-нибудь В тылу китайца И это может стать для него Для Доминатора Роковой Роковой случайностью Роковым событием Ну, точнее, не случайностью Да, событием Для него это будет Роковая неожиданность Правильнее будет сказать Упорный Упорный Руиз Не сдается Его авторитет Доминатора Нисколько не смущает Ну, и это правильно Если вы чувствуете Что у вас есть силы Не надо скромничать Главное нос не задирать Тут позиция защищена Но вот с тыла Легко можно повредить Учитывая тем более Что Доминатор Не стал ремонтировать ничего Так, высаживает опять Тут своих повстанцев Токсиновых Галашник Еще рванул Разумеется Танк Ну и Плохо это кончилось Потерял свой Последний оверлорд Доминатор И строить он их Сейчас, конечно же Не может Потому что у него Просто-напросто нет Центра пропаганды Небесная гвардия У него только там шастает Но тем не менее Получил на какое-то время Доступ к центру доме И будет пытаться Использовать его Максимально эффективно Деньги, конечно же Китайцу нужны Но большой нужды Не знает и Галашник На данный момент У него-то явно Дела с финансами Обстоят намного лучше Мало этого Для достойного отпора Войскам ГЛА Крайне мало Джармен Келл, конечно же На поле боя Только что возглавлял Эту стройную колонну Здесь достаточные силы Для того, чтобы Мне кажется Даже нанести Доминатору Поражение Если грамотно Использовать Минирует подходы К своим ресурсам Доминатор Хочет растянуть Время Которое он может Использовать Для добычи ресурсов Карта небольшая Поэтому это тут Езда по диагонали Ну и конечно То, о чем мы с вами говорили Нефтяная вышка Ей сейчас в спину Просто воткнут ножик Почему выезжает Техника не сразу Да, объясняю Для тех, кто играл Это невозможно То есть Какие-то там Несколько там В секунду Может быть полторы Вам недоступны Никакие действия С этой норой Там ничего оттуда Вывести не получается Поэтому вот так Вот такой вот лак Вроде бы отправил Конечно на выручку Ковровую бомбардировку Но не успел Нефтяной вышки Лишился И сейчас Ну вот Без ресурсов Остается Доминатор Абсолютно Ну эти грузовики Ну что они тут Натаскают Из этого уже Много конечно же Не выжмешь И очень грустная ситуация Для игрока Под фиолетовым цветом Ядерную ракету Поэтому торопится Он отстроить Считая Что это будет Козырем В его рукаве Своим ходом Грузовики сейчас Будут кататься Денег Потому что конечно же Мало Еще не хватало Их тратить На Ресурсные центры Минус 2 Черных рынка Неплохо кстати Прилетело Но 3 то есть 4 его Настраивается Да какие 3 1 2 3 4 5 6 Укорочен Нормально По ресурсам У гулашника Все Намного Намного Лучше По деньгам Токсиновая бомба И кое какая Финансовая надежда Рушится у Доминатора Окончательно Вот так Руиз Вот так Гулашный Сын Находят Пристанище Хеликса На аэродроме Чинятся 5 с половиной Минут Можно сказать До запуска Ядерной Ракеты Неизвестно Только сможет Ли вообще Доминатор Столько прожить И протянуть У гулашника Стабильный Финансовый Поток Он строит Противовоздушные Юниты Против которых Хеликсы Малоэффективны Так вот Если поодиночке Вылавливать Ему бы деньги На еще один Хеликс Накопить На Хеликс Конечно же С пропагандой Потому что В противном Миг Еще и свое Добро Обесточил Хеликсы Далековато Квадов Много И Ядерную Ракету Доминатор Распродает Да Довольно Спорное Было Решение Учитывая Что тут Голое Поле Кругом Высаживайся Делай Что хочешь Ну и Шансы Конечно У Доминатора Ничтожны Хотя Вот Сейчас Ковровая Бомбардировка Которая В принципе Легла Неплохо Пытается Конечно За счет Своей Взрывоопасности Ядерными Баттлмастерами Тут Кое Какой Свой Порядок Китаец Навести Но Даже Пехоту Взрывом Уничтожить Целиком Не Получается Хеликс Отремонтировался Добивая Пехоту Вдруг бы В захват Пошел Ну а Руиз Предпочитает Удалиться В свою Тоннельную Сеть Которая Заминирована А Новый Новый Хеликс Вышел Уже Лычки Получил Ну или Что-то В этом Роде Да О Своих Прогнозах Можете Делать Если что Сообщение В комментариях Прямо Сейчас Кто По вашему Мнению Победит Потом Посмотрим Напоминаю Также Что вы Можете Подписаться На канал Прямо Вот Здесь Вот Из окна Воспроизведения Так скажем На ютюбе Вот В правом Углу Нижнем Есть Логотипчик Канала По которому Вы можете Там Навести Кликнуть И подписаться Это Мне Всегда Очень Приятно И позволяет Поднимать Наш с вами Канал Выше Мы Таким Обратим Новых Друзей У нас Будут Более Активные Беседы Будут Более Оживленные Разговоры А потом Когда дойдет Дело до Стримов У нас С вами Будет Уже Какой-то Знаете Такой Сплоченный Контингент Коллектив Время Препровождения С которым Будет Я надеюсь Взаимно Приятным Всем Поэтому Подписка Не стоит Ни времени Ни денег А мне Это очень Очень Приятно Это Греет Душу Да Много Много Спама Квадов От Руиза Недорогая Техника И Конечно То Количество Черных Рынков Которые У него Есть Позволяет Ее Строить В Огромных Количествах По поводу Ваших Комментариев То Что Мы С Вами Обсуждали Сегодня В Прошлых Видео Ни в коем Случае Не Обижайтесь То Я Ваше Замечание Принимаю К Сведению Я Буду Стараться Работать Но Иногда Есть Объективные Причины Которые Я вам Тоже Объяснил Начиная От Социальных И Заканчивая Вообще Тем Как Устроен Наш Человеческий Организм И наш Мозг Кое Что Преодолеть Иногда Физически Просто И Психологически Ментально Невозможно Поэтому Без Всяких Обиняков Я постарался Объяснить Как раз Доходчиво Что Почему И как Ну Вы у меня Ребята Умные Поэтому Все Адекватно Я думаю Безусловно Воспринимаете За что Я вам Конечно Безмерно Благодарен За Ваши Позитивные Взгляды Отклики И за Ваши Замечания Только Так Разбиваются В щепки Воздушные Корабли Доминаторского Сопротивления Тем Временем Постоянно Развертываются Норы у него В тылу Будет Конечно же Руиз Пытаться Уничтожить Аэродром Потому что Сейчас Это Такая Знаете Самый Главный Раздражающий Фактор Для Руиза Ну А для Доминатора Это Ахиллесова Пята Ну Если он Его Сейчас Потеряет Он Будет Конечно Полностью Лишен Возможности Сопротивляться Потому что Больше У него Ничего Нет Нет Ни денег Ни Производства Один Один Единственный Вертолет Не В состоянии Решить Всех Проблем Еще Вот Так Впустую Тратятся Повышения Ну Как Впустую В принципе Здесь был Не пятый ранг Я уже Подумал Ну и Минус Хеликс Последний Хеликс Под ударом Ядерный Реактор Китайский Распродается Отстраивается Немного Далее Ну это Как-то Больше Похоже Уже На Затяжку Затягивание Времени Коробки Здесь Уже Почти Исчерпаны И суммы Там Настолько Смешные Что Выжать Из них Что-либо Серьезное Невозможно Решается Повышение Обзора Командного Центра Дозеров Доминатор И злые Квады Руиза Двигаются Дальше В поисках Инфраструктуры Доминатора Неужели Он не видел Вот этого Или не догадывается Что-то 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 Есть Не знаю На что Доминатор Надеется У него Конечно Есть еще 1800 Но на это Не отстроить Командный Центр А все-таки Он наскреб А он наскреб Все-таки Да Он строит Командный Центр Капнуло Денежка Моментально Он берется За это Дело Отозваны Кстати Квады Обратно Домой Руизом Но тут Вышла Пехота Она прекрасно Знает Про позиции Вот здесь С левой части Центра Такая толпа Вот этих Вот товарищей Да Она даже Она даже Для техники Весьма Проблематично Чего уж Говорить Про пехоту Так пошла Ведь уже Война Даже Грузовиками Одними Повышениями Невозможно Победить Доминатор На мины На мины Сейчас Наверное Наедет Руиз Пытался Развернуться Быстро Среагировал Контролировал Юнит Но тут Уже Ничего Не поделаешь Не успевает Довести Денежку Грузовичок Доминатора И все Больше на карте Собирать Нечего Нефтяных Вышек Нет Ресурсов Нет Прям как В мультике Тайна Третьей планеты Да Про Планету Железяка Населена Роботами В принципе Неплохо Здесь сейчас Попытался Очень вовремя Отстроился Командный Центр Повышениями Отбился Тут тебе Пятый ранг И ковровая Бомбардировка Но вот это Все чем Добивать Новая порция Квадов Себя ведь Обесточил Еще ко всему Прочему На зло Бабушке Отморожу Уши Распродаются Здания Ну и это Поражение Для Доминатора От товарища По имени Руиз Вот такая Вот печальная Страница В биографии Доми Но это Всего лишь Игра Я думаю Вам она Понравилась Тем более Учитывая Что Возможно Кто-то Ставил На Доминатора В самом Начале Игры Но Тем не менее Видите Как иногда Поворачивается Судьба Даже Даже К самым Самым Скилловым И Опытным Из Генеральской Гвардии Я Еще раз Вас Благодарю За посещение Моего канала Говорю Вам спасибо За просмотр Данного Эпизода Про подписку Я уже Сказал Но это и так Если что Имеете ввиду Потому что на самом деле По статистике Вот больше половины Людей Смотрит канал Без подписки На самом деле Я вот много На кого подписан Вот вообще Нисколько Не напрягает Выбираешь Того Кто Интересует И смотришь Поэтому Тем более Это бесплатно Вот В общем Оцениваете Также По достоинству Лайки Никто не выпрашивает Вот Как Вот Какое У вас Печатление Такая Оценка Оставляйте Комментарии Ну и делитесь Безусловно В социальных Сетях Может быть Кто-то Еще Из ваших Друзей Знакомых Единомышленников Захочет К нам Присоединиться На этом Я с вами Прощаюсь Желаю вам Успехов В повседневных Делах С вами был Сергей Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok